Приглашаю ко мне купить замечательные сувениры из России. Они будут вам напоминать нашу страну, когда вы уже вернётесь домой. Туристы чаще всего покупают матрёшки. Вы знаете, что такое матрёшка? Это деревянная кукла, девушка в русском национальном костюме. Но посмотрите, что находится внутри. Похожая кукла, только меньшего размера. Давайте посмотрим дальше. В ней находится ещё одна кукла, только поменьше. В одной матрёшке может быть от трёх до даже ста кукол. У меня такой нет. Она была бы слишком дорогая. Некоторые путают матрёшку с Ванькой-встанькой. У Ваньки-встаньки нет никаких кукол внутри. Но если вы попробуете её положить, она обязательно встанет. Если вы не хотите купить ни матрёшки, ни Ваньки-встаньки, я предлагаю вам самовар. Самовар служит для кипячения воды и приготовления чая. В этом большом сосуде кипит вода, а чай заваривается в чайнике, который накладывается на самовар. Раньше самовары были на уголь. Сейчас они уже электрические. Этот самовар произвели в Туле. Там находится самый известный завод. Самовар слишком большой? Тогда предлагаю вам балалайку. Балалайка – это русская гитара с тремя струнами. Играют на ней очень быстро. Разве это не красиво? А может, вам понравятся прекрасные изделия из бересты? Посмотрите на эту красивую коробку. Вы можете купить также деревянную посуду. Миски, доски, ложки. Обратите внимание на эту роспись. Это хохлома. Много туристов покупает русские иконы. Картины представляют православных святых. Они изображены на деревянных досках. Иконы часто украшены драгоценными камнями. А на холодную зиму вам пригодится шапка-ушанка. Она очень популярная в России. Её носят даже солдаты. И, конечно, валенки. Валенки – это очень тёплые сапоги из сваленной овечьей шерсти. Ноги в них не мёрзнут даже при очень низких температурах. Вы знаете, что в Москве открылся музей валенок? А в Сибири, где их ценят больше всего, стоит трёхметровый памятник валенкам. Ну как, вы уже выбрали? Продолжение следует...